Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Георгий Александрович Сатаров, президент фонда НДМ. Добрый день, Георгий Александрович! Добрый день! Георгий Александрович, ну у нас событие, вот уже в пятницу начинается трехдневное голосование, все только об этом и говорят сейчас. Как в целом, Георгий Александрович, оценивать выборный процесс, вообще в целом выборы? Что происходит у нас в стране? Как это можно назвать? Да это можно по-разному называть. Дело в том, что это сложное социальное явление, и его, там, дать ему одно определение или назвать каким-то одним словом, это бессмысленно. Я назову неожиданным для слушателей слово это, или сочетание слов, это незрелость общества. Да? Потому что, ну вот как мы назовем человека, который, например, не использует свои мышцы? Не потому что он болен, а потому что ему лень. Ну это странное существо, да? Очень странное. Да, да. Ну вот мы и являемся таким существом, потому что, что такое социальные институты? Социальные институты – это то, что увеличивает социальные возможности общества, прежде всего. И если общество начинает в какой-то момент по каким-то мифическим причинам игнорировать эти институты и не использовать их, то их начинают использовать другие в своих интересах. Эти институты начинают искажаться. Они перестают работать на общество, а работают на какие-то там клановые или групповые интересы. Но это не потому что институты плохие, а потому что святое место пусто не бывает. Точно так же, как мы, допустим, игнорируем суды, ну потому что там неправильные решения принимают. И там принимают решения неправильные, потому что мы их не используем. Мы лежим на диване, не используем свои мышцы, и в какой-то момент в доме звучит пожар, и мы хотим спрыгнуть с кровати и побыстрее, с дивана побыстрее добежать до выхода, но у нас не получается. Это не потому что диван плохой, а потому что мы мышцы свои не использовали. И точно так же, когда мы сокрушаемся сейчас по поводу того, что вот у нас выборы плохие, дело в нас. Мы не использовали свои институты, точно так же, как суды игнорировали, потому что они плохие. Мы выборы игнорируем, потому что они плохие. А все ровно наоборот. Точно так же, как с увольнем, который лежал на диване и не использовал свои мышцы. Вот и все. Поэтому это наша, прежде всего, наша проблема. Если мы хотим быть сильными когда-нибудь, то когда мы сталкиваемся с какими-то неприятностями, нас в меньшей степени должно интересовать, кто виноват. А в большей степени интересовать, где мы ошиблись, где мы были виноваты. И начинать надо всегда с себя. Если это делать, это касается и общества, и каждого конкретного человека. Если это делать, то шансы на то, чтобы добежать до двери во время пожара, остаются. В какой момент общество перестало тренироваться, если мы будем выражаться таким темным? Я думаю, что это происходило постепенно. Ну, давайте, давайте говорить о выборах. Я могу точно так же говорить и о судах. Давайте говорить о выборах. Ну, скажем, у нас были выборы 93-го года, у нас были выборы 96-го года, и так далее, и так далее. И на выборах, надо сказать, что это не только в России происходит. Мы совсем недавно были свидетелями этого на выборах в Америке, последних президентских выборах, да. Проигравшая сторона всегда пытается объяснить свое поражение, как слабая сторона, ровно так же, как я говорил выше, ища виноватого в этом поражении со стороны, не в себе, ища причины своего поражения, а со стороны, да. Точно так же, как это было с Трампом, точно так же это было там в 93-м году, потому что там, значит, черт что-то власть творила, в 96-м году власть творила. И это по советской привычке и по привычке, ну, вот, трансформационной, что такое была революция у нас, которая происходила в 90-е годы, начнем в конце 80-х, в 90-е, это наше, когда был тотальный кризис действующей власти, в том числе теряла уважение эта власть, в том числе теряла уважение сама категория государства и так далее, и так далее. Это везде так происходило, это свойство революции. И вот на этой волне попытка, первая попытка, когда вы слышите, что вот произошло то-то и то-то, и в этом виновата государство таким-то таким-то образом, не возникает идея, а может, есть какие-то другие соображения, может, есть какие-то другие точки зрения, может, есть просто факты, которые надо проанализировать. Но просто это лежит на поверхности, власть всегда плохая, значит, власть виновата в чем угодно, и это легко ложится на сердце. Найти виноватого. Но на стороне, на стороне. На стороне, да, да. И в данном случае на стороне, например, вот в каком смысле. Шел я верхом, это Маяковский, шел янизм, строил мост, социализм, не достроил и устал. И улегся у моста. Вот, а со строительством демократии происходило ровно. Один в один. То же самое. Что такое было в конце 80-х, в 90-е годы, как переход к демократии? Это надо выбрать для нашего поезда, правильного машиниста, который переведет стрелку и поведет наш поезд уже в правильном направлении. Вот. Так, мы вас выбрали, там Горбачев, там, не, Горбачева не выбрали, там Ельцин, да. Вот. Вот теперь давайте, ведите поезд правильный, все делайте так, чтобы нас только не сильно трясло. Вот. И предполагается, что просто вот был один, одна колея, ну, ровная, но не туда. А вот есть тоже ровная колея, но туда. Не бывает так в природе. Не бывает. Когда, когда меняются исторические стрелки, ровных колей, извините за эту нелепость, их не бывает. Там ухабы всегда. Ухабы, препятствия. То есть общество не смогло пойти по этой дороге, получается? Оно, оно ждало результата. Вот, стоп, мы правильного мужика выбрали, вот он теперь за все отвечает. Во всем мире строительство демократии. Это большая и долгая проблема. И эта проблема решается не только лидерами, не столько лидерами, сколько обществом. Ну, давайте вспомним Францию. Францию перед Второй мировой войной, Францию после войны и так далее. Там, как только возникает проблема, выходят на улицы миллионы. И это нормально. Давайте вспомним недавнюю Чехию, когда у них там возникли проблемы с их СМИ, с попыткой их контролировать. Вышли люди поголовно, при первых признаках. Как мы дожили до этого, Георгий Александрович? Тут нет нашей вины, тут наша беда, потому что 70 лет советской власти они даром-то не прошли. Они и воспитывали патернализм, то есть расчет на власть. Просто, ну как, мы рассчитывали на неправильную власть, а теперь мы рассчитываем на правильную власть. Она же демократическая называется, значит, она нам все демократическое будущее обеспечит. Не бывает. Это всегда совместная работа, это всегда, ну, конечно, всего общества так тоже не бывает, но для его активной части это постоянный труд по контролю над властью, по активному выражению своей позиции, когда нужно скинуть эту власть. Так тоже бывает. Это даже предусмотрено американской конституцией. Если бы власть взорвалась, есть право на восстание. Ну, там защита от дурака, так называемая, да? Нет, это не просто от дурака, извините. От преступной клики там и так далее. Это можно по-разному называть. И вот эти 70 лет власти, они даром не прошли. Они, конечно, искажали мозги, установки, убеждения, в том числе, как бы убеждения, правильно ориентированные на рынок, на демократию, но они при этом, опять же, были ориентированы на машиниста, который поведет в поезд в правильном направлении вместо неправильного. То есть мы сняли с себя ответственность или постепенно снимали с себя ответственность 70 лет больше. Да, и достаточно для этого не надо глубоких философств, не просто достаточно, ну, хотя бы наши последние 20 лет проанализировать, ведь признаки того, что происходит сейчас, они зарождались довольно рано. А мы не реагируем. Реагировать надо с самого начала, в конце, как сейчас бывает. Что такое болотная была, Киргий Александрович? Болотная была, прежде всего, конечно, это появление новой генерации, которая меньше была задета этой советской заразой, в том числе заразой патернализма. Это ведь кто вышел на болотную тогда? Я там был, и вы наверняка там были. И вы видели этих людей, эти лица. Это вышел новый средний класс. Правильно? Это вышли люди, которые добивались успеха сами. Им не нужна была поддержка государства, партийчей, которые их куда-нибудь рекомендовали или что-нибудь в этом духе. Они просто, они делали себя сами. Это люди, которые одновременно не лишены самоуважения, достоинства. И ведь первоначальная реакция была, конечно, даже не на выборы, а на эту смену тел. Когда Путин переменялись телами, да. Теперь я снова буду президентом, а ты снова будешь и так далее. Вот. И это, конечно, воспринималось как абсолютное хамство. И это в свою, сначала это породило движение наблюдателей, всплеск, бешеный всплеск. А движение наблюдателей породило реакцию вот этот лозунг «Верните наши голоса», потому что люди просто вот этот средний класс, который побежал наблюдать за выборами, увидел, как их просто обокрали открытых, хамские и так далее. Вот. Это признак смены поколений, и эта смена поколений продолжается, и усиливается ее драйв, связанный с недовольством этой властью, и, собственно, вот эта смена поколений – это главная угроза путинскому режиму. Какой процент коррупции для России приемлемый? Смотря в чем исчислять, я не готов ответить на этот вопрос, потому что я бы сказал так, возвращаясь к началу нашего разговора, какая степень активности общества необходима, неприемлема, а необходима для того, чтобы у нас был шанс на снижение коррупции. Потому что начинать надо с этого. Всегда. С нас. С нами был Георгий Александрович Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований Индем. Спасибо вам большое, Георгий Александрович. Пожалуйста. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин